Изменения более глобального плана нас, возможно, будут ждать после 1 июля. В Иркутской области, как и во всей стране, стартовало голосование по поправкам в Конституцию страны. О том, как работают избирательные комиссии при Баякале в условиях пандемии коронавируса, узнаете из следующего материала. Антисептики, маски и перчатки — это уже, можно сказать, привычные для нас атрибуты жизни при коронавирусе. Еще один добавило голосование по поправкам в Конституцию. Речь об одноразовых ручках. Их выдают каждому, кто приходит на избирательные участки. Здесь же жителям при Байкале измеряют температуру тела, и вся работа проходит с четким соблюдением социальной дистанции. А в самих помещениях дезинфекцию проводят несколько раз в день. Я проголосовала, и сегодня вижу, как все замечательно организовано, четко. И несмотря на пандемию, так скажем, у меня в зале не вызывает какой-то тревоги особой, потому что соблюдаются все меры предосторожности. Те же, кто в режиме самоизоляции предпочитают оставаться дома, могут пригласить к себе члены избирательной комиссии. Так уже поступили более 13 тысяч человек. Заявку можно подать, и сейчас их будут принимать до 1 июля. Голосование не случайно длится целую неделю. Все для безопасности людей. С этой же целью общероссийский день голосования был перенесен с 22 апреля на конец июня. Ситуация, в которой мы сейчас находимся, она меняется очень быстро, очень динамично. И поэтому то, что было принято решение отсрочить проведение голосования, оно совершенно оправдано. Оправданное количество наблюдателей. Их в регионе более 7 тысяч человек. Одна из их задач – не допустить большого скопления людей на избирательных участках. Как вообще соблюдаются меры предосторожности, сегодня проверил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Он со своей женой Натальей также принял участие в голосовании по поправкам в главный документ страны. Эти поправки регламентируют на будущее большой пакет социальных гарантий для будущего поколения. И мы проверили вопросы безопасности. Я увидел, что все вопросы решены, отметил это. Что проинструктированы все члены избирательной комиссии. В курсе все, кто пришел на избирательные участки и о викторине «Моя конституция», которая стартовала 25 июня. Кстати, первый ее победитель уже известен. Им стала жительница Черемхова. Женщина выиграла автомобиль. Но призы, пусть и ценные, на этой неделе не так важны. Важно сохранить здоровье людей и дать возможность высказаться каждому. Данил Седов, Алексей Бондаренко. Новости по будням.